Информация взята из открытых источников. 19 октября 2020 года, информационное агентство и Эй Дейли. Байден получал деньги от казахского олигарха. Версия. Джо Байден может быть связан с коррупционными схемами не только в Украине, но и в Казахстане. Телеграм-канал Незыгарь опубликовал материал о взаимоотношениях Хантера Байдена, сына политика, с казахским олигархом Кенессом Ракишевым. Как выяснили журналисты, получившие доступ к компьютеру Байдена-младшего, Ракишев дружил с сыном американского политика, так как нуждался в покровительстве. У властей США были вопросы к Ракишеву по поводу его банковского бизнеса, и олигарх опасался в связи с этим серьезных неприятностей. В некоторых из этих оргий принимал участие и Ракишев. С американским золотым мальчиком он сдружился не от хорошей жизни. К концу нулевых его активы превысили 300 миллионов, но из-за особенностей среднеазиатских стран с неустойчивой демократией ни один олигарх, даже близкий к телу, не может быть застрахован от потери денег, свободы, а иногда и жизни. Те же вопросы об источнике происхождения капитала задавали Ракишеву представитель Международной финансовой корпорации, подразделение МВФ, с помощью которого Ракишев пытался вывести и легализовать часть своих доходов в более надежных юрисдикциях под видом инвестиций. Более того, в 2013 году прокуратура США проводила расследование в отношении Ракишева на предмет нарушения законов и международных коррупционных схем. Но после теплых посиделок с Хантером Байденом, чей брат Бо тогда работал в прокуратуре, а отец вице-президентом, все вопросы к Кенесу волшебным образом исчезли. Казахстанский банкир сумел выразить американскому другу свое расположение и благодарность. 22 апреля 2014 года офшорная фирма «Новатус», контролируемая Ракишевым, перевела на счета Хантера 143 тысячи, даже не скрывая назначение платежа на машину. Это только то, о чем документально известно. Вероятно, куда большие суммы казахские друзья передавали американцам наличкой. Также Ракишев, по данным телеграм-канала, сотрудничал с кинорежиссером Александром Керри, дочерью Джона Керри, госсекретаря США в 2013-2017 годах. Через год после Киевского Майдана Ракишев получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение более 50% банка БТА Украина, еще одного бывшего актива низвергнутого Мухтара Аблязова. Немудренон с такими-то старшими товарищами, как Джо Байден и Джон Керри, регулярно названивавшими в Киев по рабочим вопросам. По данным Forbes, Ракишев занимает седьмое место в списке богатейших бизнесменов Казахстана. В его сфере интересов – финансовый бизнес, нефтехимия и горнорудное дело. Информация взята из открытых источников. 20 января 2021 года. Ньюсфронт. Американская военщина пускает корни в Казахстане. О создании и скрытом расширении американских референс-лабораторий в Казахстане знают многие. Несмотря на протесты и общее плохое отношение к этому населения, секретные объекты продолжают работать, как и другие объекты военного или полувоенного назначения. Американцы сотрудничают со стратегическим партнером России и членом ОДКБ давно и плодотворно. С 2003 года Казахстан проводит совместно с Соединенными Штатами и Британией военные учения «Степной орел» и ряд специальных маневров. В 2015 году на базе Кадетского корпуса Министерства обороны Казахстана имени Чуканова-Лиханова в Щучинске был создан курс подготовки, на котором преподают инструкции Академии сержантов-майоров сухопутных войск ВС США. С 2008 года на базе легендарной школы красных батыров, знаменитого АВОКУ, Алма-Атинское высшее общевоенное командное училище, ныне Военный институт сухопутных войск в Алма-Ате, действует Казахстанский учебный центр специальной программы НАТО «Партнерство ради мира». В 2018 году на базе Алма-Атинского погранучилища, ныне Академия пограничной службы, заместитель посла США в Республике Казахстан Теодор Линг в рамках программы по экспортному контролю и безопасности границ ЭКБГ открыл центр для обучения пограничников стран Центральной Азии. Ранее американцы подарили казахским пограничникам 11 модульных комплексов, которые были размещены в пункте технического наблюдения мыс Скалистый на Каспии. Кстати, по программе ЭКБГ американцы оказали помощь Академии Комитета национальной безопасности КНБ Казахстана, по слухам, в обмен на предоставление информации о возможностях пересечения границы Республики Казахстан. В октябре 2019 года в Усть-Каменогорске компания URS Federal Services Incorporated и Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США DTRA, участвовавшие в создании биолабораторий в Туркмении, открыли антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана. Этот центр расположился на территории секретного Ульбинского металлургического завода, где находится банк низкообогащенного урана и хранятся 90 тонн МНОУ. Охранять этот объект и учат казахских национальных гвардейцев американцы. На Ульбинском металлургическом заводе перерабатывается также высокообогащенный уран с реактора Национального ядерного центра в Курчатове, город в Восточно-Казахстанской области. Этот проект тоже финансирует США. Пуская корни в эту производственную среду, американцы одновременно заполняют и другие ниши. 7 января 2021 года пресс-служба посольства США в Казахстане заявила, что США, Казахстан и Узбекистан создали Центроазиатское инвестиционное партнерство и призывают присоединиться к нему других в целях продвижения регионального экономического партнерства и процветания. Для этого региона инвестиционное партнерство – достаточно редкий формат взаимодействия. Обещают, что Американская финансовая корпорация международного развития DFC, Международный финансовый центр Астана и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана за пять лет привлекут не менее 1 миллиарда долларов в прокаты частного бизнеса. Сумма небольшая, видимо, пробная. Важные детали, например, правовые аспекты проекта, неизвестны. Предполагается, что с учетом направления инвестиционной деятельности DFC – поддержка бедных сообществ и гендерное неравенство – приоритетными станут проекты женского предпринимательства, сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. «Такие проекты DFC уже готовы поддержать в Казахстане и Узбекистане», подтвердил директор Международной финансовой корпорации развития США Адам Бойлер, посетивший Нур-Султан. Душанбе и Бишкек в этот проект пока не приглашены. С Ашхабадом американцы работают отдельно. Точечное микрокредитование – удобный способ держать руку на пульсе региона, пока в США не утихнут гражданские неурядицы. Кроме ЕАЭС и Китая, есть еще Афганистан. Успехи Ташкента в налаживании внутриафганского диалога не остаются незамеченными в Вашингтоне. Летом 2020 года Адам Бойлер побывал в Ташкенте, обсуждая капиталовложения в Узбекистан с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей с Ордором Умурзаковым. А напарником Бойлера во время визита в Ташкент был спецпредставитель США по вопросам примирения в Афганистане Залмай Халилзад. Затем Бойлер и Халилзад вдвоем встречались с главой МИД Узбекистана Абдул-Азизом Камиловым, обсуждая с ним вопросы урегулирования в Афганистане и поддерживания по видеосвязи контакт с Кабулом. В таких странах, как Афганистан, микрокредиты представляют едва ли не единственной возможностью закрепления американцами финансово-политических связей с минимальным риском, что, видимо, и предполагалось. Может, это и есть большая игра малыми суммами? Информация взята из открытых источников. 8 января 2021 года. Tengri News. Соглашение на миллиард долларов подписали Казахстан и США. Казахстан планирует нарастить инвестиционное сотрудничество США через площадку МФЦА, передает Tengri News со ссылкой на официальный сайт премьер-министра. Премьер-министр Оскар Мамин провел переговоры с главным исполнительным директором финансовой корпорации международного развития США Адамом Боллером. Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, а также финансов и технологий. При этом подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики Казахстана. По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО Администрация Международного финансового центра Астана и Финансовой корпорацией международного развития США. Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Казахстане через платформу МФЦА на сумму до 1 миллиарда долларов. Финансовая корпорация международного развития США, Институт развития Соединенных Штатов, ответственной за обеспечение и содействие в финансировании частных проектов за рубежом. DFC была образована 20 декабря 2019 года путем слияния корпораций зарубежных частных инвестиций ОПИК и Управлением по кредитованию развития Агентства США по международному развитию. USAID. Информация взята из открытых источников. 7 января 2021 года. Курсив. США, Казахстан и Узбекистан объявили о запуске инициативы, создав центрально-азиатское инвестиционное партнерство. Сегодня правительство Соединенных Штатов Америки, Республики Казахстан и Республики Узбекистан объявили о создании центрально-азиатского инвестиционного партнерства. Участники приветствуют присоединение других стран к этой инициативе в целях продвижения регионального экономического партнерства и процветания, сообщается на сайте посольства США в Казахстане. В рамках этой инициативы Американская Международная финансовая корпорация развития DFC, Республика Казахстан и Республика Узбекистан, приложит все возможные усилия для инвестирования не менее 1 миллиарда в течение 5 лет в поддержку проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей в Центральной Азии и более широком регионе, говорится в заявлении. Центрально-азиатское инвестиционное партнерство предназначено для продвижения, осуществляемые под руководством частного сектора проекты, при этом партнеры будут максимально способствовать успеху и позитивному воздействию проектов и мобилизовывать дополнительные частные инвестиции в регион. Финансовая корпорация международного развития США DFC, Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Международный финансовый центр Астана, действующих в интересах правительства Республики Казахстан, приложат все усилия для привлечения не менее 1 миллиарда долларов, говорится в тексте совместного заявления, распространенного узбекским министерством инвестиций и внешней торговли. Работая через платформу C5 Plus 1, данная инициатива будет стремиться использовать возможности для увеличения торговли, развития и взаимодействия, чтобы сделать каждую страну в Центральной Азии сильнее и процветающей.